Вечер посвященный юбилею тренерской деятельности Тамары Москвиной и Алексея Мишина. Еще не на льду, но на сцене Софья Самодурова. Бриллиант из коллекции профессора. Действующая чемпионка Европы на юбилее тренера, сверкающая новой гранью своего таланта. Она бриллиант, в котором нет трещинок. Его можно огранять, ошлифовать, и она не даст трещину. А сейчас я пойду покатаюсь, ладно? У Софьи Самодурова есть секретное оружие – самозапрет нападения. В течение двух последних сезонов на соревнованиях она не допустила ни одной серьезной ошибки. И выиграла первенство Европы с отрывом от олимпийской чемпионки Алины Загитовой почти в 15 баллов. На чемпионат мира фигуристка едет первым номером в составе российской сборной. Правда, там точно придется непросто. Прыжковый контент у Софьи слабее, чем у японских соперниц. По этому показателю сильнее и соотечественницы пока сильнее. Тренируемся так же, может даже где-то чуть поменьше, чтобы не устать, не перенапрячься. И тренировки идут более интенсивно, короче, но Алексей Николаевич знает, что делать. Другая знаменитая ученица Мишина Лиза Туктамышева триумфально вернулась в спортивную элиту после трех неудачных сезонов. Ее отличили не только победы, но и сенсационные показательные выступления в образе бортпроводницы. Впрочем, решением Федерации фигурного катания на чемпионат мира единственная российская спортсменка, владеющая тройным акселем с самым сложным прыжком в женском одиночном катании, не поедет. Других петербуржцев, Александру Байкову и Дмитрия Козловского, мы увидим в состязаниях спортивных пар. Их тренирует еще один прославленный тренер Петербурга, когда-то партнерша Алексея Мишина Тамара Москвина. Наша школа фигурного катания петербургская ничем не отличается от других школ. Просто мы используем все те достижения людей театра, архитектуры, науки для того, чтобы наши спортсмены выступали хорошо. Чемпионских титулов у воспитанников петербургских школ просто не счесть. Десять раз ученики Москвиной и Мишина привозили медали Олимпийских игр. Но, глядя на показательные выступления фигуристов, все понимают, только этого было бы мало. Конечно, хорошо иметь такую цель, стать олимпийским чемпионом. Но надо спортсмену идти на тренировку и получать этого радость. Радость постижения, преодоления. Вот тогда будет и медаль. Чемпионат мира в Японии начинается в понедельник, 18 марта. И петербургские спортсмены настроены только на чистый прокат. Не так уж важно, какого достоинства привести медали. Как девиз – стремиться к победам, но не забывать о жизни вне спорта. А пока Самодурова в сайтами на соревнованиях, в Петербурге продолжает тренировки другая Соня – Бережная. 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 Соня – Бережная.